Всем привет! В этом уроке поговорим о том, как можно ModX запустить на окружении Docker. Если вы не слышали, что такое Docker, то это такая технология, которая позволяет запускать приложение в контейнерах. Технология модная, о ней много написано, поэтому можете почитать самостоятельно, а я расскажу о практических особенностях запуска ModX в Docker. Прежде всего, чем начать работать с Docker, вам нужно его установить. Для этого необходимо перейти на сайт docker.com и скачать Docker. Docker бесплатен, работает как на Windows, так и на Mac. Я буду показывать на Mac, но на Windows особых отличий нет. У меня уже все установлено, поэтому продолжим далее. Для примера запустим простой сайт ModX Docker. Я уже создал папку с этим проектом. Теперь нам необходимо создать конфигурацию. Для того, чтобы запустить ModX на Docker окружении, необходимо как минимум три контейнера с различными приложениями. Можно, конечно, все положить в один контейнер, но это считается плохой практикой, поэтому будем делать правильно. Нам нужны контейнеры, в первую очередь, с Nginx, который будет обрабатывать все наши запросы. Нам нужен контейнер с базой данных, в нашем случае MySQL. И также нам нужен контейнер с работающим PHP внутри. Также в этом контейнере будет и наш ModX. То есть наш контейнер с ModX будет основан на контейнере с PHP, а два остальных будут нам помогать. Для того, чтобы не запускать контейнеры по отдельности, Docker предоставляет специальный инструмент Docker Compose. Docker Compose позволяет писать конфигурацию всего нашего окружения в простом файле в формате YAML. И запустить все это окружение можно всего лишь одной командой. Остановить также. Далее покажу, как это сделать. Давайте начнем писать конфигурацию нашего окружения. Для этого создадим файл Docker Compose.YAML. Для начала опишем версию нашей конфигурации. В данном случае это версия 2. И также начнем описывать наши сервисы. Первым сервисом будет сервис баз данных. Для этого мы будем использовать стандартный образ Docker с MySQL. Указываем, что он будет перезагружаться все время. Указываем Volume. Я подробнее ниже объясню, что это такое. Но эта строка конфигурации позволяет нам сохранять данные нашей базы между перезапусками контейнеров. То есть не нужно будет каждый раз переустанавливать ModX. Конфигурационные данные для нашего контейнера. То есть пароль рута и базы данных по умолчанию. Также порты. Потому что контейнеры работают внутри своей виртуальной сети. Но для того, чтобы мы могли подключиться к какой-то программой для работы с базой данных с нашего компьютера, мы используем маппинг портов. То есть стандартно внутри баз данных будет работать на своем порту 3306. Но для того, чтобы подключиться с нашей машины, мы будем использовать порт, который указывается первым. И команда для запуска самого MySQL внутри контейнера. Следующий наш сервис – это сервис Nginx. Он основан на моем образе. Он специально подготовлен для Nginx. Стандартный не подойдет. Но его без проблем можно скачать по этой ссылке в ваш репозитории докер-образов. Он также будет перезагружаться каждый раз, когда мы будем перезапускать все наши сервисы. И очень важный момент – порты. Внутри он работает, как обычный сайт на 80-м порту. Но для того, чтобы получить доступ к сайту с нашей локальной машины, мы будем использовать порт все тройки. И также мы говорим этому сервису, чтобы он использовал диск с содержимым сайта с нашего другого сервиса. И наконец, самый важный сервис – PHP. Здесь есть отличие. Потому что, если мы использовали в прошлых сервисах уже собранный образ, то здесь мы будем при запуске собирать свой собственный. Эта конфигурация должна находиться в папке modx, и в этой папке должен находиться докер-файл с конфигурацией нашего образа для докера. Также для того, чтобы с сайтом было удобно работать с нашей локальной машиной, мы указываем, какая папка наша локальная должна соответствовать папке внутри контейнера. В данном случае у нас будет папка src, где будет лежать весь исходный код. И эта папка будет смонтирована внутри контейнера в папку htmlpublic, которую будет читать также и PHP, интерпретатор и Nginx. И две команды – Dependson и Linux. Эти команды говорят, что наш сервис PHP будет зависеть от сервиса Database DB и будет связан также с этим сервисом для того, чтобы мы могли легко подключиться к MySQL из этого контейнера. И последний штрих – так называемые Volumes. Мы объявляли уже в базе данных Volumes Data, который должен быть использован для того, чтобы хранить содержимое нашей базы данных на локальном компьютере. Здесь мы объявляем этот же Data и указываем, что драйвер у него локальный, то есть он будет сохранять все данные на наш локальный компьютер. Сохраняем нашу конфигурацию. Далее, как мы говорили, нам нужно создать папку src, где у нас будут лежать наши исходники сайта. Оставляем ее пока пустой. Также нам нужно создать папку modx, где внутри создать специальный файл Dockerfile. Вот такой у нас будет Dockerfile. Это не стандартный образ. Он основан на PHP 7 в FPM образе. А далее идут уже мои дополнения, которые нужны для правильной работы modx в Docker окружении. Далее мы указываем рабочую папку, которую мы указывали в Docker Compose. Говорим, под каким пользователем должен работать контейнер и PHP внутри. И указываем, на каком порту у нас будет доступ. А теперь давайте попробуем запустить наше окружение. Для этого нам нужно написать команду Docker Compose, App и флаг D, который запустит это все в автоматическом режиме. Нам не нужно будет все время держать открыто эту вкладку в консоли. Мы видим по тому, что появилось в консоли. У нас собрался новый образ наш. Видно по шагам, что произошло. И также мы видим, что у нас создались наши контейнеры. Для того, чтобы попасть внутрь нашего PHP контейнера, где наши файлы хранятся, нам нужно использовать имя этого контейнера и написать такую команду DockerExec, интерактивный режим. Затем указываем имя контейнера и какую команду использовать внутри, когда мы зайдем. То есть в стандартную консоль bash. Все, мы внутри. У нас здесь пока ничего нет, но мы хотим установить MODX. Для этого в контейнере установлена Getify, которая может это сильно упростить. Давайте попробуем. Используем команду MODX install. Эта команда сама скачает последнюю версию MODX, распакует ее. Дальше спросит несколько вопросов по настройке базы данных и установит MODX. Теперь Getify спрашивает, какие настройки используют для установки MODX. В данном случае, вместо database host мы должны указать имя нашего сервиса sdb, потому что все сервисы внутри сети, они доступны по имени. То есть PHP у нас будет доступен по имени PHP из других контейнеров, в датабейс по имени db. nginx, соответственно, по имени nginx. Далее мы указываем нашу базу данных. Далее указываем root по умолчанию. Пароль, как мы указывали конфигурацию в Docker Compose, то есть r00t. Указываем префикс стандартный. Здесь security особо не надо, поэтому можно ставить как есть. Hostname. Он здесь указывает хэш нашего контейнера с PHP, но мы можем указать тот, который нам больше нравится. Email. И ждем, пока MODX установится. Все, MODX у нас установился. Теперь мы можем проверить, как он работает. Последняя версия докера все свои контейнеры запускает на локальном IP-адресе 400. И так как мы указали наш специальный порт, все тройки, то указываем наш порт 333 и пробуем открыть наш сайт. Как видим, все работает. Вот только что установленный MODX. Можем перейти в админку. Да, мы законоверно получили ошибку, потому что админка после входа перенаправила нас на обычный адрес без указания порта. Все, MODX у нас установился. Работает как обычно. Можем устанавливать дополнения, менять системные настройки и продолжать работу над сайтом. Как я говорил, все исходники доступны на локальном компьютере в папке src. То есть все, что мы установили внутри контейнера, оно сейчас доступно здесь, снаружи. То есть мы можем здесь без проблем менять ту же конфигурацию. Перезапускать при этом докер-контейнер не нужно. Когда нам надоело работать над нашим сайтом, чтобы не занимать ресурсы системы, мы можем все наше окружение просто остановить. Для этого нужно написать docker-compose down и все наши контейнеры будут установлены и удалены. Но будут удалены именно контейнеры, не сами наши образы, которые мы использовали для поднятия нашего окружения. Для того, чтобы нам опять вернуться к работе, достаточно опять написать docker-compose up-d. Docker опять подымет все наши контейнеры с той конфигурации, как мы описали. И у нас все будет продолжать работать, как и прежде. Я надеюсь, это видео было полезное. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Постараюсь раскрыть тему больше, ответить на ваши вопросы в следующем уроке. Спасибо, пока.